Здравствуйте, я Елистратов Александр, компания BeGaming. К вам я пришел с докладом Golang взгляд рубиста. Я старший разработчик, у меня более 8 лет опыта коммерческого, из них около 5 лет уже на рубе, конкретно на руберельсах, и около одного года на Golang. Собственно, идея данного доклада пришла мне в голову, когда мы с коллегами обсуждали в очередной раз, а что там у гоферов, как там микросервисы поживают у других людей и так далее. Ну и также вакансий на Gol побольше, руби умирает и все подобные разговоры. На данном слайде можно увидеть план нашего доклада. Ну, начинаем потихоньку. По моему опыту Go используется в основном как веб, как backend для веба, в основном в микросервисной архитектуре. И также он может использоваться для всяких калькуляций, для расчетов и так далее. Ну, так как он быстрый, компилируемый и так далее. На мой взгляд, чтобы вкатиться в Go, если у вас есть уже какой-либо опыт в C-подобных языках, то это будет достаточно просто. Если нет, то это среднее или может быть даже сложно в зависимости от вашего опыта как разработчика в целом. Go используется многими компаниями, многими проектами. Он им нравится. На данном слайде вы видите логотип этих компаний, которые используют Go. Какие-то из них, я думаю, вам даже знакомы. Но прежде чем мы совсем углубимся, я хочу вас сфокусировать на том, на том, о чем мы не будем заострять внимание. Мы не будем говорить, почему GoLang быстрый, и мы не будем говорить об обвесе. Мы не будем говорить о базах данных, мы не будем говорить о кубере, о балансерах, об Nginx, об application сервере. Он тут не нужен, если что. Также о фронт-энде и о безопасности. Ну что ж, начнем. Начнем мы с самого начала о том, как мы можем объявлять переменные в Go. На первой строке мы можем объявить ее с типом и сразу присвоить что-то туда. Это самое такое говорящее объявление. А на второй строке, когда мы объявляем Y, мы уже объявляем его как бы анонимно, с анонимным типом. Во время компиляции Go туда подставит integer, и, собственно, он будет int-ом. Также Go, я думаю, многим известно, что это язык с статической типизацией, и тут мы не можем уже менять типы переменных, то есть в Y мы не сможем записать string. Также хочу обратить внимание, что в Go очень часто мы работаем с указателями. Например, на четвертой строке мы объявляем переменную типу указатель на int и присваиваем туда значение ссылку на x. Собственно, дальше можно увидеть, что у нас выведут принты. Например, один из принтов – это что у нас хранится в указателе, и, по сути, это адрес ячейки памяти. И также мы можем разименовывать эти указатели для того, чтобы работать с данными, которые лежат в этой ячейке памяти. И мы туда можем положить новые значения. Сильно заострять внимание на том, как у нас подчищается память, мы не будем, потому что в Go есть garbage collector, нам не нужно заботиться об этом. Но есть всегда unsafe методы, и мы можем удалять из памяти наши переменные, но в основном это не требуется. Единственное отличие между Ruby и Go в garbage collector – то, что они разные, и в Go используется generational garbage collector. Его отличие в том, что он хранит поколение переменных, и в какой-то момент, чем дольше переменная живет, тем выше вероятность, что она не будет удалена, и ее меньше проверяют. Собственно, считается, что переменная, если она достаточно старая, значит, она, скорее всего, используется много, часто, и ее не нужно проверять больше. То есть она как бы заслуживает доверия жить. Перейдем к синтаксису. На данном слайде видно объявление функции. Обращу внимание на то, что очень часто в Go используются теплые. То есть у нас какие-то кортежи возвращаются именно на возврат функции. То есть здесь конкретно мы возвращаем значение, то, что результирующее значение функции, и ошибку. Ошибка будет nil, если у нас все успешно, или она будет содержать ошибку, если не успешно. Поговорим о циклах. В Go используется несколько видов for. Первый на первой строке — это, по сути, for each или for in из Ruby, или просто each. Вторая, третья — это просто разновидность одного. Первый, думаю, если вы знакомы с C++ или JS, во многих языках именно такая конструкция используется для for. А третья — это просто типа шортката. Мы используем только средний блок со сравнением. По сути, это while. Ну и, собственно, соответствие в Ruby. Справа видно. А теперь поговорим о лямбдах. В Go есть, но они не особо часто используются. По крайней мере, по моему опыту, в них нет сильной надобности. Потому что код в микросервисах достаточно простой. И не часто требуются какие-то динамические функции анонимные. Ну и справа можно видеть, как это выглядит на Ruby, если вдруг это забыл. Теперь поговорим о Error и Flow Management. Собственно, здесь мы видим Defer, Panic и Recover. Их, соответственно, это Ensure, Race и Rescue в Ruby. Defer будет видно очень часто в GoLang коде. Потому что calling достаточно низкоуровневый. И нам требуется постоянно работать с HTTP-коннекшенами, с файлами. Иногда бывает нужно поработать. И все это дело нужно закрывать, чтобы освобождать ресурсы системе. Собственно, используя Defer мы можем в начале функции определить действия, которые должны будут выполниться в конце. То есть, когда функция будет уже завершать свою работу. Panic и Recover – это, собственно, Race и Rescue. Выглядят они достаточно кричащими. И они используются достаточно редко, по крайней мере, на моей практике. Потому что в целом механизм обработки эксепшенов громоздкий, тяжелый и долгий. Поэтому он просто режет скорость, и нам это не нужно. А используется теплый. Собственно, то, что мы видели в начале, когда я показывал, как выглядят функции в Go, когда мы возвращаем результат выполнения функции и ошибку – это основной flow error management. Собственно, мы просто возвращаем ошибку вместе с результатом. Перейдем к OP. Здесь вы можете увидеть пять принципов OP. Например, кто-то говорит, что их три, кто-то говорит, что их пять. Давайте условимся, что сегодня их пять. И в Go их нету всех. Ну, в смысле, они есть не все. А нету конкретно наследования. Об этом говорим чуть позже. Но для начала посмотрим, как выглядят структуры, что-то подобие классов в Ruby. Мы можем определить филды. У этих структур. Например, у нас есть персона, у него есть имя, возраст и адрес. Также мы определяем типы этих филдов. И можем определить некую мету. Например, как нам парсить из JSON данные структуры. И наоборот, эти структуры загоняют JSON. Ну, и посмотрим теперь об наследовании, которого нет. У нас в Go используется композиция. Собственно, у нас есть классический пример с животным и собакой. Животное имеет имя и оно умеет говорить. Достаточно базовый класс. Собственно, оно просто издает звук. А собака – это уже более конкретный класс, точнее, структура. И она типа наследуется от анимала. Она в себе содержит животное. И также определяем для собаки свой спик. Она говорит вув. Справа можно увидеть, как мы делаем новые сущности этих структур. Например, вот, собака внизу, она должна содержать себе животное. То есть, у собаки есть свое животное. Ну, и они все могут говорить. Углубимся немножко в композицию. Например, оверайдинг. В Goge как такового оверайдинга нет. Мы можем просто вызвать метод из структуры, которые у нас как nested структуры. Например, вот, как мы видим в спике, мы можем просто вызвать типа родительский спик, и он выведет то, что в нем определено. Ну, и дальше уже мы пишем свой код, который будет работать конкретно для собаки. В Ruby справа всем знакомая конструкция. Мы просто вызываем супер от родителя. Перенесемся в мир баз данных. Да, про сами баз данных я обещал не говорить, поэтому мы просто поговорим про то, как в Goge работают с базами. Например, у нас есть несколько на данном слайде логотипов ORM. Самая популярная из них — это Goam. На ней мы и остановимся. Здесь вы видите, как можно определить структуру, чтобы она соответствовала таблице в базах данных. То есть, по сути, мы определяем модель. Модель юзера в данном случае. И дальше видно, как легко в Goam можно мигрировать эту сущность. По сути, магический автомигрейт просто создает таблицу или обновляет эту таблицу. Например, если у нас добавилось новое поле. Например, с адресом. Но при этом оно не будет удалять. То есть, если мы удалим email, то он не удалится уже из базы. Если мы удалим его в структуре, в коде. Потому что Goam заботится о ваших данных. Ну а справа видно, как у нас происходит миграция в Ruby. Точнее, в рельсах. Всем знакомый код. А теперь поговорим о том, как селектить данные. Главное отличие между рельсами и Goam в том, что мы вызываем методы самого Goam и передаем туда ссылки на переменные, куда нам нужно записать эти данные. В то время в ActiveRecord мы вызываем метод у класса, и он нам возвращает новые сущности. Сущности ActiveRecord. Для Create, Update и Delete мы делаем все то же самое, что и для селектов. По сути, мы передаем в эти методы ссылки на переменные, и дальше уже Goam делает свое дело. Но я хочу заострить ваше внимание на прелоудах. Потому что Goam, как и любая ORM, или почти любая ORM, она подвержена n плюс 1 проблеме. Собственно, чтобы нам ее избежать, нужно прелоудить данные, прелоудить ассоциации. Здесь видно, как мы просто перечисляем чейнингом, какие ассоциации нам нужно запрелоудить. Также мы можем прелоудить вообще все ассоциации у сущности. Но при этом в Goam, к сожалению, нет такой возможности, как просто взять какой-то конфиг, там условно массив, содержащий объекты, ну как в ActiveRecord, чтобы у нас запрелоудились конкретные сущности, которые мы сами описали. Придется перечислять их по одной, либо просто прелоудить все. Также тут есть джойны. Здесь видно такой хитрый джойн с фильтрацией. В прелоуде можно делать то же самое. Тоже писать фильтрации для прелоудинга сущностей. Также в Goam можно писать кастомные функции, которые будут обрабатывать ассоциации. Например, в данном случае мы видим, как можно сделать сортировку ассоциаций. То есть мы выбираем юзеров и сортируем ордера по количеству. Перейдем к веб-примворкам. Здесь мы видим логотипчики джингоника, голевела и эхо. Они выполняют, они умеют в разный набор фич. Но нас в основном интересует джин, потому что кто-то из этих ребят кроме джина еще умеет full stack. То есть он умеет во frontend. Нам это не нужно. Да и я в целом с ним не работал на гошке. Поэтому перенесемся к тому, что я больше знаю, что мне ближе к джину. И посмотрим, как можно изменить нашего юзера для того, чтобы он мог работать с сетью. Он не сам будет работать с сетью, сеть будет работать с ним. Здесь мы видим гормодул и также мы видим джейсоны. То есть как мы будем маппить поля джейсона на поля этой структуры и наоборот. А здесь мы видим пример роутера. Мы просто определяем методы. Например, getUsers. Пишем туда роут, по которому он должен отвечать. И контроллер, точнее функция контроллера, которая за это ответственна. Посмотрим, как у нас выглядит функция контроллера на примере getUsers. Нам нужно сначала распарсить id. И мы также видим на второй строке id,r. То есть мы опять принимаем тепл. И если у нас не произошло ошибки, то мы уже дальше тащим его из базы. И возвращаем ok и джейсончик с юзером. А если у нас произошла ошибка, то мы вернем badrequest. Собственно, это видно на экране. Выглядит достаточно страшно, на мой взгляд, сам код. Но что имеем? Также джин умеет во всякого рода middleware, например, в глобальные, для конкретного роута и также для группы роутов. Можно туда закидывать несколько middleware, как, например, для глобального. Мы туда закидываем дефолтный логгер и какой-то свой кастомный. Про логирование. В джине используется стандартный ELK stack. Точнее, даже не в джине, а в самом Go. И в целом, я думаю, многим рельсовикам он знаком. По сути, он является стандартом. Поэтому мы не будем на него останавливаться. А перейдем к тестированию. Go в целом богат на тестинг-фреймворке. Тут мы видим GoDog. Это что-то типа Cucumber. Вроде как он даже от создателей Cucumber. Возможно, некоторые помнят этот BDD-style фреймворк. Также есть GoConway и Ginkgo. Посмотрим, как в Ginkgo можно протестить наш getUserController. Здесь мы видим знакомые нам уже по RSpec describe, it, всякие expect, equal to и так далее. В этом, я думаю, будет достаточно, как сказать, легко погрузиться в тестирование для Go. Но при этом сам тест выглядит достаточно громоздко тоже. Нам нужно писать хендлеры, нам нужно описывать сам реквест, который уходит. Конечно, в RSpec все это более лаконично. И самое интересное, перейдем к конкуренции, к синхронности в Go. Чтобы запустить функцию в другом потоке, нам не нужно сделать почти ничего. Нам нужно просто написать Go и вызвать саму функцию. И она сразу будет исполняться в другом потоке. Например, здесь мы будем печатать просто циферки каждую секунду 1, 2, 3, 4, 5 в другом потоке. А в main потоке мы будем печатать main 5 раз тоже одновременно с этими циферками. Вернемся к веб-фреймворкам, к джину или горилле. По крайней мере, для них я точно знаю, что они синхронные. То есть на один запрос... У нас сервер может это обрабатывать. Один запрос в единицу времени по дефолту. Для того, чтобы нам научить его обрабатывать множество запросов, нам нужно вызывать обработку каждого запроса в гору Тину. Например, мы видим здесь, как это выглядит. Как же общаются гору Тины между собой при помощи каналов? Здесь мы видим, как анонимная функция, вызванная через гору Тину, пишет в канал «Привет из гору Тины». Дальше у нас main поток. Он встает на чтение из канала и ждет, пока туда прилетит сообщение. Собственно, когда в гору Тине выполнится эта запись в канал, то код продолжит свое исполнение, в месседж запишется месседж и он уже рампечатается. Вы можете спросить, а как же background-жобы? Например, SiteKick. Может быть, есть что-то подобное в мире Go? Да, есть, но это не совсем про мир Go. Есть factory от создателей SiteKick. Вот Майка Перхама. Честно говоря, я ни разу не видел его использование. Вообще, на моей практике я его ни разу не видел, что кто-то использовал. Ну, я в основном, конечно, на рельсах пишу, поэтому SiteKick там используется. А на Гошке в основном все пользуются Kafka и микросервисами. То есть по сути background-жобы выполняются своими конкретными маленькими микросервисами. Мы просто пишем некие сообщения в Kafka и дальше уже консюмеры их обрабатывают. Поэтому, в целом, надобности в factory никакой нет. Перейдем к выводам. Гошка хорошая, но не лучшая. В целом, наверное, не бывает какого-то лучшего инструмента и панацея. Также, на мой взгляд, Go довольно-таки многословный и пустоватый такой язык. Недостаточно в нем сахара. Но Go быстрый, и я думаю, что поэтому в нем недостаточно сахара. Так он задизайнен. Ну и хотелось бы сказать, что Ruby не мертв. Все-таки Ruby развивается. Не так давно вышла третья версия. Даже не так давно, пару месяцев назад вышла 3.2 вроде версия. И она уже неплохо так ускаляет рельсы. Поэтому, в целом, все не так уж и плохо. Ну вот и все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, на какие-то вопросы о Гошке я вам ответил. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ждем вас снова. Ждем вас снова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok